Дальнейшая судьба ракеты зависела от решения многих проблем. Надо было искать лучшие ракетные топлива и одновременно жаропрочные материалы для двигателя. Надо было искать легкие, но прочные материалы для самой ракеты. Надо было снабдить ракету приборами автоматического управления. Надо было облегчить конструкцию, чтобы увеличить запас топлива. Достижения многих наук и многих отраслей техники помогли создать современную ракету. В головной ее части расположены приборы. Основной объем занимают топливные баки. В хвостовой части стоит ракетный двигатель. Турбина вращает топливные насосы. Они непрерывно подают горючее и окислитель в камеру сгорания. Продукты сгорания с огромной скоростью вылетают через сопло. В струях газов поставлены рули. Современные виды ракетного топлива не позволяют одиночной ракете подняться выше, чем на 250 километров. Начала осуществляться идея Циолковского о составных ракетах. Двухступенчатая ракета, развив скорость до 3 километров в секунду, поднялась на 400 километров. Многоступенчатая ракета поднимается на тысячекилометровую высоту. Она способна преодолеть расстояние между любыми точками земного шара и даже развить круговую скорость, стать спутником Земли. Новое небесное тело, созданное руками советских людей, появилось в небе 4 октября 1957 года. Радиосигналы маленькой Луны оповестили мир о начале новой эры, эры межпланетных путешествий. За полтора часа спутник делает один полный оборот вокруг Земли. Сейчас он летит над Москвой. Через 10 минут он пересечет Индию. А еще через 25 минут его увидят в далекой Антарктике, на другой стороне земного шара. В разных точках Земли ведутся наблюдения за спутником. Его прохождение отмечается хронографами, наносится на карты. Из-за вращения Земли спутник каждый следующий оборот совершает над новыми участками земной поверхности, давая ученым большое количество темнейших научных сведений.